Борцы с преступностью Доктор дорожной безопасности и следователь заказали убийство крупного бизнесмена местному бандиту. Но вот исполнитель преступления не смог довести дело до конца. В итоге предприниматель выжил. Исполнителя убийства через некоторое время все же удалось поймать. Киллер был осужден, но своих заказчиков не сдал. Но вот в прошлом году, отсидев свой срок, он вышел из тюрьмы. Оказавшись на свободе, мужчина обратился к своим заказчикам и потребовал долгожданное вознаграждение. Один из них сбежал, а другой согласился отдать лишь часть суммы. Тогда-то наемник и обратился с заявлением в прокуратуру. При передаче 30 тысяч суммов был задержан один из правоохранителей. Только во время показаний мужчина отрицал свою причастность к заказному убийству. Он заявил, что передать деньги ему поручил его начальник. Последнего в данное время разыскивают. Задержан старший опереполномоченный по особо важным делам службы внутренних расследований по Баткенской области. Подполковник милиции КХЭ. Задержанный в отберен ВВС ГУВД города Бишкек. Также осуществляются оперативно-разысные мероприятия по задержанию второго подозреваемого начальника отдела обеспечения безопасности дорожного движения УВД Баткенской области подполковника милиции Н. В настоящее время по данному факту проводится досудебное производство. Выходит, не всегда наша милиция нас бережет. Эти покусились на жизнь, другие на чужие деньги. Это оперативное видео было снято в начале месяца. Бойцы спецназа буквально вытаскивают подозреваемых из машины, скручивают посреди дороги. Так, 4 марта были задержаны двое оперативников УВД Октябрьского района. За прекращение уголовного дела правоохранители требовали от гражданина 100 тысяч сомов. Следствие считает, что подозреваемые за день до задержания уже взяли первую часть взятки. А чуть более двух месяцев назад Близожского рынка в столице был задержан оперативник Соколукского ОВД. По предварительным данным, оперативник вымогал 100 тысяч сомов у заявителя, подозреваемого в изнасиловании. Он и обещал закрыть дело, которое даже не было зарегистрировано в ЕРПП. МВД Кыргызской республики продолжает работу, направленной на отчинение рядов органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящий непоправимый ущерб. Ежегодно по разным причинам из органов увольняют около сотни человек. Десятки на основании выговоров понижают в должности. У одних была слабая раскрываемость преступлений, другие по тем или иным причинам сроки не передавали материалы в суд. В этом году в отношении семи следователей были приняты административные взыскания. Самое жесткое это увольнение, самое простое предупреждение. Много очень у граждан обращений по работе следователя, так как в связи с тем, что были введены новые законные кодексы, до 10 тысяч сомов это является проступком. Проступки на самом деле не рассматриваются на должном уровне. И люди, допустим, потерял сотку или еще что-то. И он обращается с заявлением, и следователи недобросовестно свои выполняли служебные обязаны. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в ВАШЕ по подозрению в вымогательстве взятки задержан начальник городского отдела милиции. В сообщении говорится, что подполковник курировал рынок в Южной столице. Задержание производили сотрудники АКС ГКНБ. По неофициальной информации, сотрудник вымогал более 17 тысяч сомов у женщины. И такие сообщения об аресте правоохранителей появляются практически каждый день на протяжении многих лет. Заканчиваются ли расследования в отношении служителей правопорядка, переступивших закон, реальными тюремными сроками, остается неизвестным. Эксперты говорят, что большинство отделываются штрафами или условными наказаниями. Кубат Хуанч Бекулу, Акзат Тюлеев, НТС.